Краевая Дома Валки призывает правительство организовать выездное заседание в приграничном городе. Только министры могут решить его проблемы, считают местные власти. Сейчас в эстонской Валке задекларированы 999 жителей Латвийской Валки. Большинство из них там только числятся, а живут на нашей стороне. Причина в более широком выборе работы и доступности медицинских услуг. Здесь работы нет, к тому же врачи ближе. В Латвии ближайшая больница находится в 50 километрах от Валки, в Алмире. Больница Валки под боком, да и условия лечения для задекларированных в Эстонии жителей там выгоднее. А вот бюджет Валкского краевого самоуправления от того, что местные жители декларируются в Эстонии, снизился на полмиллиона евро в год. «Нам нужно исключение в расчете бюджета, чтобы живущие на нашей территории граждане Латвии числились у нас в бюджете, независимо от того, где они задекларировались, в Валке или Валге. Для этого надо менять закон. Если такое большое число жителей Валки декларируется у нас, это сигнал для правительства Латвии, что в регионе не все в порядке. Если Латвия приведет систему взаиморасчетов в порядок, жители Валки смогут лечиться у нас в Валге». В Валкской думе согласны с соседями и ссылается на специальную европейскую директиву, которая относится к пограничным районам. Она позволяет оговаривать вопросы медицинского обслуживания отдельно. Чтобы обсудить эту тему с министрами, Валка приглашает правительство на выездное заседание. Ремесленники Елговского края готовы торговать латвийской столицей. Их совместный проект — магазин собственной продукции оказался успешным. Год назад ремесленники и малые производители продуктов Елговского края открыли собственный магазин под названием «Дом ремесленника». За это время его посетили тысячи покупателей. В топе самых популярных продуктов — мясо, хлеб и сыр. Но выигрыши и другие местные производители. «Не скажу, что прибыль очень большая, но это стабильная возможность найти путь к своему покупателю». Год назад свою продукцию предлагали 30 малых елговских предприятий. Теперь к ним присоединились и производители из ТРВТ. Оборот вырос в пять раз. И стал актуальным вопрос об открытии такого же магазина уже в столице.